вот она вот она первая стружка с нашего токарного станочка 3 4 работа естественно не на заказ это все для нужд мастерской собственно говоря для этого токарный станок и покупался для того чтобы необходимую оснастку либо какие-то приспособить делать самостоятельно они обращаться к специалистам со стороны каким-либо не тратить на это время не тратить на это лишние деньги не объяснять кому-то что именно тебе нужно взять и сразу сделать как вы видите вот здесь вот у меня зажат квадрат это мерный квадрат немецкого производства сечением 25 на 25 для того чтобы его более-менее по центру зажать в патрон я использовал вот такую подходящую по диаметру трубу с толстыми стенками сначала отрезал торценулы на этом же токарном станке потом болгаркой вырезал сегмент чтобы она играла и еще worse как мы лих proprietрь то есть как у меня estimator когда сантимизировали прошли в лекарии с deficiency сантимизировал может только прорезал такой то есть и с 8 к на дуй в холто прибор это еще ну и дальше из патрон supply chain соответственно в 끝 сантимизированный 출 이것도再ussypers я сегодня предполниму если взять токарную трубу, так я стою были там рас commend conscienzible выделкие свой даст все szczеёные углубим Porc Делают просто, в центрах, они лепят какие-то рукоблудные приспособы из труб, но у меня такого упорного центра, грибок, который застревает, детальки нет. А думаю, обычный упорный центр всё-таки проскальзывал бы при выполнении такой работы. Вернее, не центр бы проскальзывал, а деталь, вращающаяся в центрах, она бы проскальзывала, скорее всего. Потому что тут, видите, квадрат, довольно-таки приличный съём металла. У меня нет такого вот грибочек такой есть с насечкой. Там центруешься с того конца, и этот грибочек туда впивается. Классная штука, он пока не нашёл на барахолке ничего подобного, подходящего под этот небольшой 125-й патрон. Но пока я справился и так. Сейчас возьму тряпочку, посмотрю, последних два прохода я делал. С небольшой подачей. Вот, сейчас посмотрим качество обрабатываемой детали. Даже вот так вот. Чуть-чуть приближе. Ну, не знаю, будет ли видно это на камеру, но, честно говоря, после убитого ТВ-16 результат мне нравится. Вот, и то, как этот работает станок, мне тоже очень-очень нравится. После переборки. Вот, выглядит оно вот сейчас вот таким вот образом. Сейчас я даже подальше отойду. Вот таким вот образом. После того, как я его, вернее, собственными руками полностью весь перебрал, работает он, конечно, великолепно. Точил на автоматической подаче. Сначала снимал по миллиметру на диаметр. Вот, потом парочку крайних проходов по полмиллиметра. И уже последних два финишных прохода на скорости 700 оборотов в минуту я снял там по одной, там, десятке или две, я уже не помню. Вот. Ну, я, естественно, не утверждаю, что именно так и надо, так и правильно. Я не токарь, на самом деле, я только начинаю увлекаться токарным делом. Мне это очень и очень нравится. Вот. Ну, просто решил включиться и показать, поделиться своей радостью, своим впечатлением, что... Вот с этой работой мне не пришлось куда-то бежать, кого-то искать, какого-то дядю Васю, объяснять ему это всё, а потом ждать две недели, пока он выйдет из запоя, вот, и получить неправильно сделанную деталь или узнать, что он её вообще потерял вместе с сердежом. Ну, кстати, резечек отрезной. Отрезной китайский резечек с сечением державки. Вот, сейчас покажу его. 12 миллиметров. Отлично работает. Отрезал вот эту трубу без всяких проблем. Скорость пониже я поставил. Немножко капнул масло и пошло всё это дело очень хорошо и отлично. Ну, а пока всё с этим видео. Я, наверное, завершаю. Всем пока. Вдруг, если кому понравилось, нажимайте палец вверх, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока. Конец связи. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok